Взлет над пропастью Рекордный рост российской экономики накануне революции Был ли у старой России шанс превратиться в фабрику мира? Почему ни Витте, ни Столыпина нельзя считать отцами реформ? В чем состояли отличия русского капитализма от западной модели? Какие уроки может извлечь современная Россия из опыта последних десятилетий России царской? Взлет над пропастью Покупайте в интернет-магазине conceptual.ru У Василия Осиповича Ключевского действительно много очень интересных и серьезных работ И среди них одна, она не очень может быть там такая объемная Но от этого ничуть не значит, что она не важна Это древнее русские жития святых как исторический источник Признаюсь, что очень серьезно к этому относился всегда Ну и отношусь Естественно, это был действительно такой очень важный научный шаг Когда Ключевский смог показать и указать всем практикующим историкам Что житья святых надо выводить как можно сильнее Но как можно больше в научный оборот Там очень много неразработанного Откуда почерпнем массу всяких любопытных деталей Каких-то эпизодов необходимых для освещения, для понимания Значит, вот той далекой эпохи Через вот такой источник жития святых Это совершенно, абсолютно справедливо И эта мысль Ключевского, она ценная и плодотворная И, собственно говоря, его советства последовали многие Это жития святых все больше и больше Потом тем, кто разрабатывает церковные проблемы церковной истории Вводилось в научный оборот эти жития святых Но тут я недавно наткнулся на одну очень интересную книгу Тоже дореволюционную Конечно, гораздо менее известную, чем Ключевский историк ее написал Она тоже была посвящена житию святых Случайно она мне попалась в исторической библиотеке Я там под другим углом зрения смотрел И вот, значит, вышел на эту книгу Это, конечно, менее известный ученый по фамилии Кодлубовский Кодлубовский, он написал как раз очерки по истории древнерусской литературы Жития святых Они были изданы Книга эта была издана в Варшаве в 1902 году То есть это современие Ключевского Тоже работал по этим историческим проблемам Со специализацией на жития святых Книга очень, значит, любопытная Не менее, чем и Ключевского И очень жалко, что она мне неизвестная Почему жалко? Ну, потому что Кодлубовский там разрабатывает такую тему Он взял около 30 житий святых Которые там написаны в разное время В разное время Разное, конечно, там лицам посвящено, персонажам Как напомню только Действительно, все эти жития святых Которые там писались в разное время по разным поводам Они были собраны никем иным Как известным митрополитом Макарием Наставником Грозного В середине 16 века Этот митрополит Макарий эти жития святых Начал собирать еще Будучи в Новгороде Когда он занимал вот эту вот Кафедру архиерейскую И там Затем с переездом в Москву он это продолжил То есть он там больше 10 лет посвятил, наверное Может быть и 20 там Собирая вот эти жития святых И как бы суммируя их Попытаясь их свести в такой общий свод Вот это вот митрополит Макарий Правда Историки дальнейшие как-то скептически Некоторые оценивали его усилия Вот, например, знаменитый Николай Костомаров Он очень пренебрежительно, негативно, я бы сказал Высказывался о митрополите Макарии Причем даже такие формулировки были Что значит он там половину выдумал Там он это все, что мол С богатым воображением там и все такое Но тем не менее заслуги митрополита Макария Никто не сбрасывает Но это вот слишком далеко от нас отстоит В 16 веке Затем подновить то, что собрал митрополит Макарий Собрались другие достойные мужи Вот, а именно Петр Могила Архимандрит сначала Киево-Печорской лавры А потом и киевский митрополит Он тоже, значит, хотел подправить митрополита Макария Как-то подновить, уточнить, значит, ну улучшить Естественно, только под таким углом зрения Но, так сказать, не успел Поскольку все его силы были брошены на другое, так сказать, не менее важное дело Это подготовку церковного там требника Который известен как требник Петра Могилы Это очень такое большое, объемное, известное церковное произведение И поэтому то, что не удалось сделать Петру Могилы По житию святых сделал его, так сказать, продолжатель Киевский, естественно Никаких других уже быть не могло В 17 веке я имею в виду Дмитрия Ростовского Которого даже причислили к лику святых Вот, даже в 18 веке Это Дмитрий Ростовский, будучи в Киеве Потом он и в Москве был Здесь, в Петербурге Петр Первый его поднимал, всячески выделял Фамилия Дмитрия Ростовского Туптала Так, чтобы не было никаких уже, была бы ясность полная Вот он сосредоточился на том, на чем не сумел Сосредоточиться Петр Могила И этот Туптала и собирал, переделывал, переформатировал Улучшал, опять это слово, используя, вот эти жития святых То есть, это было главное занятие его Которое он посвящал практически все свое время Причем это все делал без оглядки и без доклада В Киеве это делали под руководством Туптала Без оглядки и без доклада никому-нибудь, а Патриарху и Акиму То есть, Патриарха и Акиму даже не ставили в известность Что они там переделывают, что они там не переделывают Какие изменения они вносят, какие изменения они не вносят То есть, это говорит о роли, значит, патриарха и Акиму И Акиму, уроженца Коломны по фамилии Савелов Во всей этой церковной иерархии Патриарх Аким очень обижался Очень обижался на Туптала Очень обижался, что им просто пренебрегают в таком важном деле Как редактирование и суммирование всего свода с жития святых Это действительно важное дело, но тем не менее это было И вот Туптала Дмитрий Ростовский как раз над этим поработал И вот над тем, что от них осталось С чего я начал Ключевский и предлагал серьезно все это изучать Собственно, многие ученые последовали уже примеру Ключевского, повторюсь Так вот, Кодлубовский, вот этот вот человек, который специализировался на жития святых Ключевский на них не специализировался, у него круг интересов был громадный Как мы знаем по отечественной истории У Кодлубовского он был не такой громадный, а вот именно он выбрал это И вот он отобрал 30 житий святых И значит, видно, читая эту книгу, что Кодлубовский находится в некотором шоке В таком вот, который он всячески пытался закамуфлировать Поскольку он смог обнаружить И эти примеры на странице своей книги он приводит Как делались эти жития святых Вот он смог раскопать, пусть небольшую эту часть Там около 30, вот он использовал Потому что житий святых-то вообще у нас гораздо больше А больше всего их, конечно, в Византии Что значит больше Византии? Ну, раз в 10, наверное, больше, чем, значит, житий святых на Руси И вот Кодлубовский приводит эти примеры, которые у него вызывают недоумение В чем недоумение, значит? Ну, потому что все эти русские жития святых Это просто прямой пересказ византийских источников Причем, кто это делал, особо не утруждал себя И все это делалось так, что если в Византии, значит, там существует Имя этого святого И о нем, вот это, и о его житии И рассказывает этот источник То он это имя просто лепил сюда На русский материал На русский материал Вот, например, есть такой святой на Руси Меркурий Смоленский Вот, почитаем он там по тексту Батыю противостоял Ну, то есть, всякой нечисти Погани всякой татарской, естественно Известное очень это житие Житие о Меркурии Смоленской очень известное Потому что с ним работал даже Федор Иванович Буслаев Он занимался тоже и житийной вот этой литературой И как раз у него есть работа Смоленской легенды о святом Меркурии Она в его трехтомнике, который издавался до революции Как раз присутствует с ней, там можно ознакомиться Где, в общем-то, у него тоже уже есть такие Это 1661 год У него уже он заметил эти параллели С другим византийским источником А Буслаев был знаток византийской литературы Очень серьезной Это житие святых Меркурия Кесарийского То есть, той византийской почвы И вот он говорит, как они, мол, похожи Как они перекликаются Значит, вот он еще не копал глубоко Но он на это указал Вот я думаю, что Подлубовский, конечно, знакомился Со всем, что сделали предшественники И обратил внимание на вот это вот На Меркурии Смоленского, на это житие Ну, значит, это наскоро переписанное Житие Меркурия Кесарийского Что делает у нас Меркурий Кесарийский? Меркурий Кесарийский борется против Поганого Юлиана Отступника Антихристианского, значит, да Вот, который хотел встать на пути Распространения христианства И вот Меркурий Кесарийский борется с ним Выступает против него Не дает ему заблокировать христианство Все это переносится в Меркурии Смоленскому И здесь то же самое Он дает отпор Батыя И как Меркурий Кесарийского Призывает кто Для всех его, так сказать, подвигов Для всех вот задач Богородица, значит, Меркурий Смоленского Также призывает Богородица Причем даже те, кто это переписывал На наше, перерабатывал на наше На российский материал Даже не удосужились убрать Что этот Меркурий вообще-то римлянин Чуть ли не католик там какой-то И все это вошло в Меркурия Смоленском То есть даже не подчищали То есть это какой-то вот Работа, которая не отличалась Каким-то вот повышенной заботой о качестве Даже переделки Просто перелобали, как говорится Переложили и все И здесь, значит, Меркурий там погибает В битве с Юлианом Отступником Но не пропускает, значит, реставрацию язычества Здесь то же самое Меркурий Смоленский выступает против Батыя Убивает главного его богатыря Какого-то Исполина Но погибает Меркурий Но то, что Исполина он одолел Это производит такое впечатление На Батыя и его окружение Что они все в ужасе, в трепете Убегают, значит, это самое Поскольку, значит, Исполина считали непобежден Никогда никто не сможет победить И вдруг такое вот случилось Вот это вот такой пример Вот с этим жития святых То есть Кодлубовский, в общем-то С недоумением, если так Мне кажется, недоумение здесь Самое легкое чувство Которое ощущается со страниц его книги То же самое он берет Другое житие святых Вот приведу тоже пример Это Авраами Ростовский Это наше Значит, но оказывается Святой Авраами Это все есть и там Опять на византийской почве И вот здесь схожесть названия Как пишет Кодлубовский Видимо, и сыграла решающую роль Что Авраами Ростовского Расписали полностью по Житию вот этого Византийского Авраамия Чем занят Византийский Авраами? Он борется против Язычников поганых всех Он искореняет Он там наставляет Значит, он борется против дьявола Все это прям кусками Перекочевывает в жития святых Авраами Ростовского Наш Авраами Ростовский Занят все тем же И использует одни и те же Значит, слова Что византийский, что ростовский Из чего видно Что это сделали так же Без особой обработки И без, так сказать Долгих каких-то Подготовительных этапов Просто переложили и есть И вот такие примеры У Кодлубовского Конечно, он не делает Никаких выводов Надо отдать ему должное Но просто он и не мог В тех условиях Откровенно Это здесь делать Поскольку здесь он уже Выходил в область идеологии Но с точки зрения научности И я так понимаю Когда я смотрел эту книгу Это была цель Кодлубовского Такая осторожная С научной точки зрения Значит, показать Всю вот эту вот Нелепость А уж можно использовать Профанацию Всего вот этого Житийного материала Который подготовлен На русской почве И который обобщал Митрополит Макарий А затем Дмитрий Ростовский И, собственно говоря Это творчество Нам предлагают изучать Как серьезный Исторический источник Вот Кодлубовский попробовал Что из этого получило Я думаю Если попытки эти будут продолжены То мы узнаем Немало интересного В стиле Кодлубовского Что позволит Лучше выявить то Как все эти святые вещи На скорую руку Мягко говоря Готовились Нас ждет немало Очень интересных Примеров И любопытных Эпизодов Грани русского Раскола Александр Пыжиков В 1850 году Государственная комиссия Обнаружила Что едва ли не половину России Контролируют Старообрядцы Народ Давно перестал Доверять официальной Церкви Власть Стремительно Теряла управление Страной Фундаментальное Историческое Исследование Профессора МПГУ Доктора Исторических Наук Александра Пыжикова Заставляет Нас полностью Пересмотреть Наше представление О причинах Гибели Российской Империи Почему Репрессии Не сломили Раскольников В чем Секрет Процветания Старообрядцев Миллионеров Как Староверческая Оппозиция Раскачивала Страну Почему Правительство Ничего не могло Им противопоставить Какую роль В крушении России Сыграл Григорий Распутин Грани Русского Раскола Покупайте В интернет Магазине Концептуал Точка Ру Узнай больше На Концептуал РФ Русского 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 Русского